Книга «Открытым локом», том 2, тема «Потеряевка», вопрос 887. «Если у вас возникают с кем-то конфликты из жителей Потеряевки, то пытаетесь ли вы их потушить? И успешны ли эти попытки? Поделитесь опытом?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я люблю работать с документами, с архивами, а не голословно, поэтому предлагаю, а вы набирайтесь опытом, это вам пригодится. В данном случае попытка примирения не увенчалась успехом, да и не могла, потому что человек открыл тайны, и примирение с ним практически невозможно. Далее остается только молитва о нем и слезы, но без его личного решения Бог насильно никого не приводит к примирению. Письмо Лапкина Игнатия Тихоновича Калашникову Петру Григорьевичу, которое он, Калашников, передал в суду 13 марта 2001 года. Том 2. Дело по иску к московскому комсомольцу на Алтае. Лист 202-205. Аббревиатура заглавные буквы Г, И, Х, С, Б и маленькие буквы П, Н. Мир тебе, дорогой Петр Григорьевич! Время, отпущенное каждому из нас, Богом на земле, быстро-быстро утекает. Мысли, слова и дела уходят с нами. Что-то остается в памяти живых с нами, слыхавших о нас. 10 сентября 1999 года внезапно, но неожиданно обрезано Всевышним нить жизни челнок основы у Геннадия Петровича Дружинин, 1938 года рождения. Что осталось в памяти о нем? Коварный сексот, ябедник, лжец, клеветник, пинчушка, лодыж, жулик взял подъемное у государства, заранее зная, что ничего взамен не даст. Ты знаешь, как подло он подсиживал и подглядывал за мной и за всеми нами, писал и по телефону доверия. В МОП УВД края стучал доносы Кляузы. У него была очень сильная поддержка. Первое. Начальник УВД Алтайского края генерал-лейтенант Чернов Владимир Павлович. Второе. Прокурор Октябрьского района Широких Михаил Иванович. Третье. Все дружки в милиции, в прокуратуре, в суде. Четвертое. Секса «Новая жизнь», пресса «Коммунистическая Алтайская правда», «Московский комсомолец», где поганнейшие статьи против потеряевки. А главное, против меня печатали. Пятое. Поддержка от КПРФ. Петренко Владимира Сергеевича. Вся власть, администрация, Кулеба, ВФ. Все, кому в уши он лил грязь о нас, а они безбожники, им это подавай. Шестое. Наши лживые братья и сестры лезли к нему, нашептывая, садились в его машину. Все, кто ко мне не расположен, все через него губили общее дело восстановления порядка и тишины. Прилагаю малую часть документов вырезки из газет для ознакомления. В полноте все есть у батюшки. Мы молились об этом деле. Разрешилось все 10 сентября 1999 года. И все, кто мешал в выявлении правды, тормозил дело, прикрывал преступления, все развеяны. Первое. Начальник УВД Чернов ВП под следствием, как преступник. Второе. Прокурора Дружка Широких МИ сняли или ушел на пенсию. Третье. Следователя в Сиолис. Осталось пустое место, пепелище, но без искушения не бывает. На месте ГП может быть ПГ, только порядок двух переменится. Результат остается тот же. Открытие тайны, сексорство. Подводят под анафему по уставу поселка Потеряевка. Пункт 28. Сирахов 22, 22 глава, 25 стих. 19 глава, 10 стих. 27 глава, 16 по 23 стихи. 41 глава, 29 стих. 37 глава, 2. Притчи 11, 13, 20, 19. Не поленись, прочитай это, заучи. Худо то, что последующие уже наказанному узлу ничему не хотят научиться. И потому их наказание будет сильнее. Ни в одной стране, ни в одном народе не потерпят сексота, наушников. Таких стеревицов земля сбрасывает с лица своего. Предвзятость не дает здравого суждения, а злоба вообще отнимает разум. Святой Исидор Филусиот. Когда я, бедник, высовывает прелюбодейный язык чужим людям в первый раз, это вызывает интерес. Второй, третий раз отвращение. Живите тихо, не срамитесь. В каждом слове у тебя, в каждом предложении куча ошибок и гора лжи. Не позорьте себя, дом, детей, потомков. Позор не изгладится воев. Где еще мог найти в ГП или ПГ такую дружину, общество? И как хорошо все начиналось. Но амбиции, отсутствие молитвы, смирение, обида, закорузлая сорвались с фундамента спокойствия. Мне говорили следователи. Я читал допросы Геннадия Петровича. Он недоумевал, вопрошал других из себя. В прокуратуре просил извинения. Как, когда, из-за чего все началось? И только смерть избавила его от человеческого суда. Позора и сдержек, бесславия. Тянули заволокители, до суда человеческого не допустили. Бог тогда призвал на свой суд. Страшно. Дело для будущего. Что сделали за год, за семь лет для других? Спасайтесь в молитве, в труде. Лично меня всегда ужасает безделие, Когда своя жизнь неинтересна, не состоялась, тогда лезет чужую, более интересную. Имейте проглядь вперед, хотя бы чуть-чуть. Ну, собрал человек что-то, компромат на кого-то, грязь послал куда-то. А дальше-то что? Кому написал тайны? А они что, друзьями тебе станут? Да никогда. Они тебя будут как подлеца опасаться. Своих потерял, чужих не приобрел. А дальше-то что? Какое завтра ждет? Огонь злобы не угаснет. Потребуется новое искать. И только худое. Сколько бы добра не увидел в тех, кого поливал, Это не восполнит погибшие децибелы и люксы на доброе видение. Разумею, о чем говорю. Покайтесь в прошлом и на исповеди, где бываете все-все о себе по этому делу, расскажите. Игла. 31 ноября 1995 года. Игнатий. Подпись. Письмо Лапкина Игнатия Тихонича Калашникову Петру Григорьевичу из архива. Игла. Том 62, лист 144. Петр Григорьевич, дорогой, мир вам. Ответив на вчерашнее и вчера письмо, все думаю, чем же вызвано было бы с вашей стороны. Чем вызвано оно было с вашей стороны. Ни один, ни сам до этого додумался ты. Помог кто-то нерасположенный. В первую очередь ко мне. Надул тебе в уши. Да и сам-то ты тоже нелюбовью ко мне пышешь. В этом письме оно все только и выявилось. Цель. Сделать мне худо, обидно, во вред. Оскоромить, подорвать авторитет, задавить. Конечно же, ничего из этого не должно было произойти. Суть-то тут еще в том психологический анализ, что если противник, сатана, через кого-то начинает грести все в кучу, придумывая, изобретая, высасываясь пальцем, лжеобвинение. Это значит, по крайней мере, то, что действительных прегрешений и проступков дьявол просто не находит. Бог сокрыл чадо свое от происков недруга. Слава Богу за всем. Ищущий же обвинение показал свое дикое невежество, неблагодарность, глупость смехотворную, подвергся я позору, вызвал глубокую настороженность в отношении к себе. Это от недуховности, от поверхностно легитимного христианства, старообрядческая предвзятость, нелюбовь. Последствия. Забота о детях и их нравственности выражена таким иезуитским способом, обязательно выявится в разврате этих детей. Но с иной стороны, для приведения в чувство бесстыдства, лжецеломудрия, похотливых. Как избежать грозных последствий? Покаянием, искренними молитвами, не подчиняться злому женскому началу, взять контроль, власть данную Богом над женой, укротить претензии на владычество над мужем, быть самостоятельным, стать мужчиной, начать учиться. С искренним желанием помочь вам осознать грех, уже свидетельство, уже свидетель погибнет, уже свидетель не спасется. 18 января 1996 года, Игнатий. Письмо Калашнику. Мир вам, дорогие, Петр Евдокия. Петр Григорьевич послал мне с батюшкой письмо с 19 обвинениями меня. Из-за изумруда коня, из-за провода над какой-то лесиной, не знаю, о чем речь, из-за Алексея Сискова, из-за зайцев, зачем это? Прошу, простите меня ради Христа, и вас Бог да простит. Приближается время поста великого, недели суда страшного. Простите меня каянного, грешного и гудного. Виновного не в 19 случаях, а в 19 тысячах и в 19 миллионах и 100 крат более. Жалоб к властям не боюсь. Эти жалобы безведомы из разрешения общего собрания. И благословения в священника ведут под анафему. Это страшно, ненужно, смертельно. Очень и слезно прошу, примиритесь с батюшкой. Все делайте по его благословению. А искать тех, кто против меня и снимет кучковаться, меня осуждать, это дело шва, бесперспективное, как с Одессской Таней, Сашей Мухой. Бог не человек, развеет и союзники, як опрах рассыплются, не рукою человеческую. Геннадий Петрович все время дал Дуни, что книгу пишет, что друг у него генерал-лейтенант Чернов ВП. Но нет ни того, ни другого, а жизнь идет. Кто-то воевал против Христа, против апостола Павла, против Иоанна Златоуста. Составляли кляузы, убили их, но победители прокляты, а имя гонимых, оболганных незабытым. Сидеть и выдумывать на горе своей души и позор детям. Зачем это? Забудьте все обидное. От безделья, незанятость душа делается кузницей дьявола. Мартин Лютер. Больше нужно молиться, читать Библию и для других не искать обвинений, не быть прокурором всем, а адвокатом себе и себе подобным. Заезжайте в гости. Союз нечестивых будет далек от меня. Я виноват, что Дуси вопрекал не властвовать над мужем. Зло не исчезло, но усилилось. В данном случае видно глубинное повреждение в голове. Храни вас Бог. Игнатий. 4 марта 2000 года. Город Барнаул.